И всем привет, ребят! С вами Ваня Костю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен трофейному устройству на фриз, обновленному трофейному устройству. И сегодня я впервые за 40 тысяч лет не один на голосе, а с обладателем первого трофейного устройства на фриз, с Максимкой, сыном фермера. Поздоровайся! Всем привет! Я уже думал, он не будет здороваться, а будет молчать дальше. Если вы хотите больше видеть видосов с трофейными устройствами, чтобы мы с Максом что-то затушили, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтику и установите ему личный так-так-тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего видоса, то относительно недавно у нас понерфили трофейное устройство. Ну как понерфили? Его типа апнули, но на самом деле его понерфили. И сегодня мы сделаем полноценный его обзор с изменениями, если до этого у нас... Что там было до этого, Макс, с устройством? Двойной баллон и шоковая. Двойной баллон был и шоковая заморозка. Да, то есть у него был большой баллон, да, дополнительного никакого урона не было, но устройство смотрелось не сказать, что имбовым, да, ну и не сказать, что оно было там супер-супер слабое. Да, то есть, ну в целом оно было такое, ну, сбалансированное устройство. То есть сейчас у нас двойной баллон убрали, шоковая заморозка осталась, да? Угу. Шоковая заморозка осталась и добавили теперь дальность этому устройству. Не знаю, что там по конусу, но начни стрелять. Сейчас посмотрим, что по конусу. Не, конус нормальный, да, то есть конус вроде как такой, какой он должен быть. Так, ну и сейчас мы сделаем быстрый тест, а дальше скатаем матчмейкинговую каточку против я с адреналином, Макс получается, так, у меня пульсар одет, как тут переодеться. А Макс на трофейном своем вооружении, ну и посмотрим вообще, насколько будет разница у нас по очкам. Ну, плюс-минус там по игре мы это уже брать не будем, но так чисто посмотрим хотя бы, как это все дело работает. Так, я переодеваю, ребятчики, на фреза адреналина. Ну и сейчас просто подуем, посмотрим вообще, насколько слабее или сильнее фриз дефолтного адреналина, то есть устройство за кристаллы, адреналин. Так, ну давай по броне, чтобы было чуть подольше и понагляднее видно. Ну и все, от упора, без твоего расстояния, супер. Раз, два, три. Ну вот и чисто просто посмотреть. Баллон у меня закончился, у него тоже закончился. И я еще, ну, чуть-чуть баллона даже взял больше и переигрываю. То есть адреналин, адреналин. Устройство за кристаллы переигрывает устройство, которое трофейное, которое человек набивал 5 лямов. Просто 5 лямов он набивал. Чтобы получить устройство, которое слабеет. Так, давай-ка еще разочек, ну, чтобы 100% было. Раз, два, три. Тут еще все зависит от того, сколько додуваешь потом баллона. Но я особо много, вот сейчас побольше даже взял, чем было. Но все равно 0 хп, да? То есть 0 полностью. Ну вот. То есть, грубо говоря, ну, в одном балансе. В одном балансе. Даже в моменте, если там чуть-чуть резче среагировать. То есть у меня может устройство дать даже больше урона, чем трофейный фриз. Чем трофейный фриз. Ну, очевидно, такому устройству, в моем понимании, да, хорошо, добавили дальность. Есть шоковая заморозка. Ну, какой-то дополнительный урон точно должен быть. Я считаю, что вообще, в принципе, механика адреналина должна быть на таком устройстве. Чтобы это работало, ну, плюс-минус нормально. Я думаю, что Макс со мной согласится. Полностью. Так, ладно, все, давайте тогда мы летим в матчмейкинговую катку. Даем группочку. Скатаем один матчмейкинговый бой. Ну и заодно посмотрим. Так, Макс не присоединяется что-то. Кинь еще раз. Уже не хочет со мной, наверное, играть. Так, что мы берем? Давай одинаковые, может, даже дроны возьмем? И можем даже взять одинаковые резы. Просто, чтобы все одинаково было. На чем ты в матчмейкинге катаешь на каких-то резах вообще? От страйкера, от венца и от продугасного берут. Фреза лежит. Ну, хорошо, давай. Тогда мы возьмем фриз, твинс и страйкер. Плюс броник. По дрону? Ловкач? Да, да. Ловкач, все. Так, устройство на корпус. Что у меня тут? У меня драйвер, короче, есть. Ну, у Макса, как говорится, драйвера нет. У него есть получше вариантик там чисто. Трофеи там, все дела. Ладно, пикаем быстрый бой. Ничего здесь выбирать не будем. Что матчмейкинг предложит, то, в принципе, и скатаем. Особо, я думаю, что... Ну, режим, конечно, может зарешать. Но, в принципе, паладина фреза, я думаю, что даже на большой какой-то карте можно реализовать. Комбинация довольно удобная. Фриз супер имба ближнего боя. Всегда был, есть и будет. Ну, а паладин это, ну, такой супер универсальный корпус. Поэтому, я думаю, что тоже должно все это дело работать. Так, поменяю скины специально для одного человека, который... Блин, не успел поменять. Который любит смотреть на скины и потом говорит, что у меня неправильное сочетание скинов. Ну, ладно, раз не успел, значит не успел. Так, долго у меня супер прогружает бой. Куда мы тут попадаем? Куда мы попадаем? Попадаем. Ух, на Джаггернаута, на Чернобыль. Вот это режимчик, просто бомбовый. Ну, сейчас попробуем реализовать, посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Что вообще сам скажешь? То есть, вот был фриз у тебя, первый трофейный, с шоком, да, и с двойным баллоном. Да, то есть, стал у тебя без двойного баллона с дальностью, что стало лучше, хуже, как вообще по ощущениям? Ну, стало хуже, но и первый тоже шлепный был. То есть, не понравился Максу ни первый, ни второй, то есть, ни тот, ни тот, фриз ему не зашел. Ну, и, очевидно, если бы добавился дополнительный урон, как, например, там, устройством по типу, что у нас там было? С Изидой, да, сначала, которое вышло вообще супер имбалансное устройство трофейное, то, понятное дело, что это все работает совсем по-другому. Так, у нас обзор на трофейного фриза, Макс на Джаггернауте. Я сливаться сейчас буду. Ха-ха-ха, чисто, чисто фриза потестим сейчас, посмотрим, как трофейное устройство показывает себя, и Макс такой, оп, на Джаггернауте наваливает, контентика уже, уже летит. Так, ладно, пробуем Джаггера сливать. Что-то я тут на широкую поехал, а он, наоборот, от меня поехал. Давайте попробуем сейчас что-то залететь. Джаггер что-то как-то ясно, понял, дома. Макс чисто соло переигрывает его. У него просто свое трофейное устройство на фриз стало в виде Джаггернаута, дополнительные возможности, там все дела. Бывает, такая тема появляется. Сколько ты вообще бил этот трофейный фриз, если так, чисто, на фриз? Десять месяцев. Десять месяцев. Десять месяцев Макс набивал трофейное устройство на фриз, то есть человек потел десять месяцев. Я вообще для себя, когда только появлялись у нас трофейные устройства, изначально, когда у меня была супер мотивация набивать трофейное устройство на страйкер, но пока я не знал его характеристики, когда я думал, что это там имба какая-то, интерес, контент, да, я планировал, что за год набью трофейное устройство на страйкера. То есть, то, что Макс набил его за десять месяцев, то, соответственно, он набивал от моих, например, запланированных цифр, он набивал еще сверху, ну, довольно хорошее значение. То есть, чтобы за десять месяцев набить трофей, это надо, ну, довольно сильно, наверное, постараться, чтобы все это дело реализовать. Так, по очкам у нас у Макса восемь киллов, у меня шесть, но учитывая, я не знаю, сколько он там очков заработал на своем Джаггернауте. Ой! Блин, что-то я контента дал. О, 150, Макс, говорит, заработал, да? Ничего страшного, ты тоже, как говорится, в плюс для трофейного устройства. Я тут уже немножечко в минус падаю. То есть, в целом, что можно сказать, да, то есть, по трофейному устройству? Очевидно, что если брать все трофейные устройства, которые есть на сегодняшний момент времени, как я и говорил в первом обзоре на это устройство, то есть, оно выглядит, ну, наверное, самым слабым устройством трофейным. Когда я видел обнову с трофейными устройствами, то есть, например, там, завтра мы обновляем механику трофейных устройств. Да, я, честно говоря, думал то, что, ну, добавится там урон, устройство станет более жестким, а потом обновляется устройство, и оно становится еще хуже, чем было. Ну, это, конечно, такая прям очень непонятная, если честно, темка. Но, может быть, Орех просто пытается пока забалансить, немножечко троллит Максом, чтобы Максу было потяжелее трофейным устройством, чтобы он еще немножечко поддезморалился, а потом уже что-то интересное из этого всего дела получится. Но пока, конечно, устройство выглядит слабо, потому что Максу играет чисто на джаггере. Чисто на джаггере вот нажил потушить второго джаггернаута уже забрал. Поинтереснее все-таки на джаггере играть, чем на трофейном фрезе, да? Да, да. Поинтереснее будет в плане какого-то нагибчика. Так, 9 минут у нас до конца боя. В джаггере у нас 15, да, киллов, если я не ошибаюсь? Чтобы закончить катку досрочно, но, походу, тут досрочки у нас не будет. Хотя можно попробовать. Ой, мне джаггера накинули сюда контентика. Сюда этого контента поднасыпали. Попробуем сейчас влететь. Попробуем тоже какие-нибудь киллы что-то дадим. Тут Макс на двух джаггерах накидал контентика. Чисто на трофейном устройстве. Сколько вообще по процентам копится паладин? Вот, ну, не по процентам, а по времени. Вот если брать, ты вот играешь чисто на киллы, да? Но идет только процент от киллов, либо от доставок, правильно? Угу. То есть, ну, вот сколько плюс-минус накапливает ловердрайв с трофейным паладином? С трофейным паладином там можешь за всю катку процент 1-2 там типа дадут. 1-2 процента дадут? Да, да, да. То есть, у тебя вообще никогда не бывает оуди? Да. Как? А мне казалось, что ты от киллов дополнительные проценты получаешь еще... Нет, 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 нет. А, значит, там поменяли механику. Раньше была такая тема, что там от киллов рос овердрайв, и он еще вроде как, ну, его можно было нажимать. То есть, он накапливался. А сейчас, то есть, ни одного вообще овердрайва, если ты играешь с трофейным, то ни одного овердрайва у тебя за бой нету, да? Да, да, да. А, вот так вот оно работает, оказывается. Я, честно говоря, не знал. Я думал, что овердрайв типа накапливается от киллов и от доставок, и у тебя как минимум там парочку овердрайвов бывает за бой. И оказывается, видите, ни одного вообще овердрайва не набивается от слова совсем, и ты всегда без овердрайва. Но единственный плюс, наверное, это в тех режимах, где нет овердрайвов, то есть, например, в спецрежеке, да, то есть там, где нет овердрайва, вот сейчас вот, например, у нас был предыдущий спецрежим без овердрайвов на штурме и сейчас на CTF, да, то есть такой же самый спецрежим появился, там как раз на таких устройствах можно играть. Там ты гоняешь вообще? Ну, так не особо. Не особо, то есть, Максу особо не заходит, значит, Макс чисто по матчмейкингу шпилит. Группочки чисто с кем-нибудь. Да, понял, все понял, все понял. Ну, в целом, короче, получается так, что реализация этого трофейного устройства на корпус тоже, оно становится таким более ограниченным. То есть, ты его можешь реализовать только в тех режимах, где ты можешь играть без овердрайва, иначе в режимах, где у тебя есть овердрайвы, да, очевидно, ты будешь хуже, чем, например, игрок, у которого будет возможность спокойно реализовывать свои овердрайвы. Так, ну, по очкам, что у нас? Я пока балаболю, у меня 13 киллов, у Макса 27. Ну, понятное дело, там были киллы на джиггернауте какие-то дополнительные. Макс тоже тут наваливает контентит, у меня еще один джиггернаут здесь дают. Но мы на джиггернаутах, как вы знаете, особо не играем, поэтому быстро летим по Сливалову. Сейчас попробуем запушить, посмотреть, что у нас получится. В целом, понятное дело, что у нас тут не такое прям жесткое в матчмейкинге сравнение устройства, да, то есть, ну, в целом вы просто один в один посмотрели, да, как работает. Что трофейное устройство, что условный адреналин дефолтный, да, и то есть там, ну, грубо говоря, разницы у тебя нет. Да, то есть, это вопросу о том, что есть ребята, которые говорят, что, например, там, ты набьешь трофейное устройство, и ты будешь там нагибать, либо еще что-то в этом духе, ну, то есть, вот, например, у трофейного фреза нет вообще ничего интересного, вообще. То есть, ну, у тебя есть дополнительная сейчас дальность, был дополнительный баллон, да, но дополнительный баллон, в моем понимании, сможет еще поинтереснее, то есть, у тебя есть какое-то хоть дополнительное преимущество. Большая дальность С плюс шоковая заморозка Без никакого дополнительного урона Ну в моем понимании это слабо Когда есть в игре адреналин Просто дефолтный адреналин Который наносит дополнительный урон От того Чем меньше у тебя хп То есть чем меньше хп тем больше у тебя урон становится То есть в моем понимании Адреналин будет смотреться даже интереснее На дистанции Если ты играешь в упор Ну понятное дело может быть на каком нибудь викинге Дать еще дополнительный Х2 расстояние А вообще в принципе расстояние ты не проверял Он такое же самое как у устройства Да 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 один в один То есть он просто грубо говоря Трофейный фриз просто включает в себя Два устройства это шоковая заморозка И фриз на дальность Ну это довольно слабо Довольно слабо В моем понимании довольно слабо Макс говорит что тоже супер слабая темка И оно ему не нравится Поэтому посмотрим Может быть орех что-то еще придумает После первого видеоролика с трофейным фризом Он решил поменять баланс этого устройства Но по ощущениям поменял его не в лучшую сторону А наоборот в худшую сторону Да например по сравнению с какими-нибудь другими устройствами трофейными Которые были по балансу посильнее и поинтереснее Там ситуация у нас обстоит другим образом Так три с половиной минуты у нас достается до конца боя Пробуем вообще давай вытянуть хоть каточку А то я как бы ну Как бы тут Два киберспортсмена жестких Макс то вообще один из самых сильных в киберспорте был в свое время Поэтому ну Нельзя проигрывать как будто А еще и если учитывать тот факт Что это один из лучших игроков матчмейкинга То как бы Мы точно должны выигрывать такую каточку Так три минутки до конца Пятнадцки Ой пятнадцать Девятнадцки улов у меня У Макса Макса тридцать три Ну понятное дело там киллы на джагере Еще какие-то появились по очкам В принципе разница Ну не сказать что большая То есть грубо говоря такая минимальная Если учитывать тот факт что я просто Еще весь видеоролик балаболе То А Макс спокойненько сидит И накидывает урончик А то наверное эта разница плюс-минус Такая и есть Так девять девять у нас Две с половиной минуты до конца Надо камбэкать Макс как-то Надо Как-то камбэчную надо Макс там уже с прожатым овердрайвом Пытается что-то сделать У нас тут джагеры уезжают На девять пять процентов овердрайва Попробуем сейчас заехать Посмотреть может что-то получится Что-то у нас интересненькое Блин 100 хп Вообще уехала максимально быстро И у меня на паладина нету Никакого спасателя У Макса вон хоть спасатель есть Можно еще подсейвиться дополнительно Таких устройств на этот корпус нету Да и в принципе спасателей довольно мало у меня Да какие-то корпуса имеются Так можем через лево заехать под мой овердрайв Я уже справа точно А ты справа все понял Ладно я уже уехал нарез Две минуты до конца мы ведем по счету Так ну сейчас как раз ты на респик уйдешь Можем попробовать вместе Газануть только скажи где у тебя респ Справа респ За тебя Ага все гул поехали Сейчас попробуем подраздачу овердрайва сыграть Опа у нас еще кто-то слил джагера Наваливают ребяточки Так ну и сейчас как раз под респ джагера Можно будет прожиматься Где-то сейчас он по идее должен респиться По хорошему Там мин много на мосту Ага все пробуем Макса на подсейвик даю Ага джагер уезжает на респаун Фриз пытается что-то сделать Нормально сейвим Я чисто на подсейве Опа сосулендрочка Мимо 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 Ставимся еще Как-то я так давно не играл на паладине И как-то по ощущениям Как будто Овердрайв паладина работает довольно мало По времени Раньше как будто Было побольше явно Так ну и Одна минута у нас остается до конца 13 на 10 мы ведем Катку мы точно уже не сольем Поэтому в принципе неплохо Ну и по Очкам киллам Что у Макса получилось Ну Макс как лучший игрок матчмейкинга Сделал 39 Я как один из самых слабых Сделал всего лишь 24 Но в целом Наверное Для моего уровня 24 кила Это пойдет Это в принципе Наверное неплохо Так пробует Макс еще одного джагера ворвать Ну я 200 урона дал Макс добивай Дорабатывай Как говорится Так Ну и 1000 очков Макс из катки выжил Понятное дело что Это не какая-нибудь там ТДМка Где можно было более Более четко рассмотреть Устройство Ну в принципе Быстрый матчмейкинговый бой Что предложил То мы и сыграли Если вдруг будет вам интересен Подобного рода контент И вы захотите Чтобы мы с Максом Может какую-то там вообще Жесткую там Такую прям Гоночку вооружений Сделали Как мы раньше Записывали видосы То давайте поддержим То давайте поддержим данный видос Лайком Наберем Соточку Хотя бы соточку Контентовых лайкозавров Да Ну и в целом Если подытожить По Трофейному Фризу То Очевидно Это Ну довольно слабое устройство На сегодняшний момент Времени В моем понимании Если предыдущее устройство По балансу Еще было Ну в моменте Где-то сильнее Адреналина Дефолтного То сейчас Это устройство В моем понимании Оно Плюс-минус На уровне адреналина Плюс-минус На уровне Ну да Может там чуть-чуть в моменте Лучше за счет Дальности Можно чуть лучше реализовать Плюс там у тебя Есть шоковая заморозка Но у тебя нет Никакого дополнительного урона И это очевидно Один из таких прям Ну конкретных Минусов Этого трофейного устройства Есть у тебя, Макс Что добавить? Да нет Ты все сказал Так Ну все тогда, ребяточки Если понравился данный видос Поддержите видео Ройк лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Если хотите Чтоб мы с Максом записали Как раз таки Еще какие-то обзоры С трофейным устройством Может быть баланс устройства Поменяется Да И мы там что-то еще запишем То Проявляйте максимальную активность На данный видос Ну и пишите Своё мнение По поводу этого устройства В комментариях У меня, друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok